То, что все корруптированы, это понятно. Как бороться? Как бороться? А вот начинать конфисковать имущество и отправить места не столь далекие, куда они заслуживают. Но это же все в пересадке. Ну и прекрасно. А что, лучше, когда они продолжают воровать? И кто будет в власти? А что, лучше в власти? Есть честные люди? Есть, да? Есть. Я думаю, много еще есть. И вот именно если действительно люди, которые болеют о своей стране, если они действительно будут действовать, то они смогут остановить это воровство и вывоз капитал из страны, который производит в огромнейших масштабах. Вы это знаете тоже. И это таких сил, я думаю, здоровых России полным-полно. Откуда, например, брать? Из регионов? Честных людей больше. Везде есть. Но в регионах честных людей, к сожалению, больше, могу сказать. Это вам тоже, наверное, не секрет. Есть такое мнение, да. Потому что люди там не столько испорчены, не извращены. К сожалению, Москва, она долго формировалась, как, как говорится, специальное место, где отбирались специальные люди, понимаете? Кто были выгодно. Ну вот, да. В общем, понятно, с коррупцией надо бороться. Как, пока не очень понятно, но, в общем, надо всех пересажать, кто ворует из региона взять простых, честных людей. Ну, понимаете, вы немножко утрируете, так? Ну, естественно. Мы в небольшом относительно сюжете подробно вашу программу высказать не сможем. Естественно. Важно в общих чертах счастье. И методы, и способы, все есть. Только когда те, кто должны коррупционеров сажать, сами коррупционеры, мне нужно говорить о прокурорах, которые сейчас в бегах находятся, да? То, извините, если прокуроры берут взятки, им отстегивают все нелегальные, легальные бизнесы, начинать нужно с головы гниющей, понимаете? Вот, скажите, из существующих партий политических вам по идеологической части кто ближе? Никто. Никто? У вас альтернативная абсолютно... Понимаете, вообще-то я считаю, что партии только вред приносят. Знаете почему? То есть, вот это важно... Объясню почему. Партии – это сценарий, который разработают, называют, социальные паразиты, чтобы обманывать людей. Все? Практически все. Во-первых, что они делают? Они разделяют одно единое общество на группировки. И получается, что вот власть, группировка разохватила партию... Партия одна все же сделана. Сейчас одна... Ничего не разделяют на группировки. Делят, потому что каждому дают кусок пирога свой. И получив свой пирог, они спокойно сидят. Вы что думаете, другие партии кусок пирога не имеют своего? Ну, нет, конечно. Только меньше. Вот и все. Такое не должно быть. А демократия должна быть? Демократия должна быть не в том выборах, которая существует. Нашим народом была демократия истинная. Это какая? Когда существовало многоуровневых системы избирания. Когда люди, по месту жительства, выбирают человека, которому не доверяют. И которому прийти и взять зашкирку и востребовать ответ. То есть, выборы все-таки нужны? Нужны, только не так. Честные? Честные. Потому что, если вы видите, вот, например, вы живете в доме, например, да? Ну, квартира в вас есть, да? Правильно? Ну, конечно. Вот. Значит, у вас, допустим, люди, живущие в данном доме, выбирают человека, который должен угрожать интересы вашего дома. Правильно? Ага. Вы ему доверяете. И если он что-то мухлюет, вы его придете, зашкирку возьмете и прижмете. Скажите, голубчик. Ну, конечно. Правильно? Что ему притензу? Да. А также те, кто выбирает дома, то есть, домами, допустим, в район собирается, уже руководители, которые справились с домом. Разве можно человек, который не может управлять домом, выдвигать работу над районом? Нельзя. Разве можно человек, который, не знаю, еще 2-4 в районе масштаба, выбирать на город? Нельзя. Потому что, понимаете, вот здесь проявляется, идет фильтрация людей, которые действительно в состоянии справиться с работой и ответственностью, которую эта должность на них накладывает. И идет прямая связь, потому что выбирают те люди, которые понимают, что не делают. А что, извините, бабушкам, которые дают буку хлеба, идут за голосование, это значит, они понимают, что голосуют? За буку хлеба голосуют? Голос за буку хлеба. Это, вы считаете, хороший голос, да? Нет, конечно. Я же не сказал, что... А такое есть, знаете. Так вот, хорошо, я спрашиваю, хорошо, бабушка и свины сегодня дали буку хлеба. Это, конечно, замечательно. Сегодня есть что пожрать, извините, это уже не грубо, да? А завтра что-нибудь есть? Неизвестно. В том-то и дело. А у вас есть решение? Есть решение. Так вот... Нет, такого нужно сделать так, чтобы бабушка не была счастлива. Булки хлеба, как мана небесная, как подарок Господу Богу. Что нужно сделать бабушке? А то, чтобы бабушка могла жить достойно, чтобы она имела достойную пенсию, чтобы она могла нормально платить свои коммунальные платы. И после этого у нее что-то оставалось от пенсии, потому что пенсии в большинстве случаев не хватает даже на половину оплаты коммунальных услуг. И если бы не помощь близких, а не всем близкие оказывают помощь, вы знаете это, то старикам оказывается одно место в временогонном кладбище. Вот это считается. Как обеспечить достойную жизнь? А вот если... С экономикой что делать? А представьте себе, что если бы не вывозились огромные капиталы, триллионы долларов, вы это знаете, вывезены, триллионы. Ну, предположим, вот вы могли остановить оттоп капитала из России. Триллионы долларов вывозятся, так? Как вы это сделаете? Триллионы вывозятся, так? Эти триллионы вывозятся на Запад, и работают на Запад, но Россию не работают. Согласны с этим? Согласны. Если бы эти триллионы долларов оставались в России, и на них бы строились предприятия, не убираясь новейших технологий, которые на Западе и не снились, это создавало бы много чего. Плюс, пенсионный фонд, понятно, разворовали, вам это не секрет, правильно? Если бы пенсионный фонд бы не разворован был, если бы человеку, действительно, богатства национальные должны принадлежать страны, государству, а не группы мафиози, которые им владеют, согласны с этим? Я мало что об этом измирал. Нет, вы сказали, согласны? Это что, принадлежит им? Кто они такие? Это богатства страны. А кто они? Какие? Назовите, кто мафиози? Олигархи наши, не мафиози, извините. Олигархи, мафиози, да? А что, разве нет? А вы докажите обратное. Ну, я тут не оставил. Нет, ну, они владеют, они владеют миллиардами долларов, владеют нефтью, газом и так далее, и так далее. А вот, ну, давайте к олигархам чуть позже, честная собственность должна быть? Естественно. Как распределять? Каждому человеку по его, то, что он создает, не украл. Вот человек вложил пропорционально, и его он и должен получать. Должно быть определенным минимумом, которое государство должно помогать людям, но не просто паразитам, которые не хотят ничего делать. А вот действительно человек работает, но он не может создать оптимальные условия, не лучшие, а приемные условия. Такому человеку, который работает, но не может, значит, помогать, получить образование. Квалификацию, поддержать им, чтобы он мог подняться на ноги и создать для себя достаточно нужное. С бизнесом как бы кошмарить? Почему кошмарить? А что нельзя? А, просто нужно ввести нормальные налоги. Например? Какие должны быть налоги? Налоги, не должно быть ни больше 15% с прибыли. Или даже другой вариант. Вообще отменить налоги, а ввести, как говорится, с купли-продажи в те же самые 5%. Вот человек заработал деньги, вот покупать что-то, вот в момент покупки, продажи, он платит 15%. Не нужно, к примеру вам скажу, чтобы забавленные факты, данных по России нет. В США для того, чтобы выбить скрываемый налогов 1 миллиард долларов, налоговая служба США тратит 4 миллиарда. 1 выбивает, платит 4. Сотни тысяч людей работают на это дело. Огромное помещение, время и так далее. Головную боль, сколько люди должны с эти отчеты оставлять, все это складывать, хранить и так далее. А зачем это нужно? Если можно, если мы ввести нормальный налог, который действительно реальный, не с оборота полного, что абсурд полностью, а с прибыли. Потому что у нас в России с оборота налог платится. А надо вводить с прибыли. Естественно. Ну извините, вы, оборот у вас стал миллиардом? Ну конечно. А вы потратили из этого миллиарда 900 миллионов, чтобы заработать 100 миллионов. Вот 100 миллионов, к примеру, вы должны заплатить, но не с миллиарда, которого у вас нет уже. Согласитесь? А образование? Бесплатное должно быть? Образование должно быть бесплатное, с моей точки зрения. Все. Потому что то, что сейчас творится, и качественное образование, и опять-таки... А деньги-то откуда? Вы знаете... Триллионы, которые у нас запутся... И не только триллионы, если бы... Понимаете, Россия богатейшая страна мира. Да. Ну, сомнительно. Нет. Понимаете, сейчас вы не владеете всей информацией, к сожалению, так? Потому что американский доллар держит за счет России, между прочим. Это как? А вот так. Во-первых, первое, расчет за нефть, за что, 100%? За доллары. Если привести... Но нет, с нефтью понятно. Не только, и газ то же самое. Рухнет доллар мгновенно. И, как говорится, то, что Чубайс выкинул страной, 800 триллионов долларов богатства наши были оценины. И под эти деньги, под эти ресурсы нашей страны, печатают деньги США.